Всем привет! Меня зовут Лиза и сегодня мы с вами отправляемся охотиться за впечатлениями в Дагестан! Саракум самый большой бархан Европы и один из крупнейших в Евразии. Бархан устойчив благодаря уникальной розе ветров, не позволяющей песку его покинуть. Здесь такие барханы, что хочется взять сноутборд или ледянку и просто прокатиться с этих высот по осыпчему песку. Я думаю, это было бы обалденно. В следующий раз обязательно возьмем с собой ее. Ну а пока только так. Субтитры создавал DimaTorzok Мы добрались до самой верхней части бархана Саракум. Это одна из главных достопримечательностей Дагестана. Именно тут снимали главные сцены фильма «Белое солнце пустыни» и где-то здесь был закопан по шее в песок Саид. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Каньон является одной из самых известных и посещаемых природных достопримечательностей Дагестана. За полгода его посещают порядка 300 тысяч туристов. Субтитры создавал DimaTorzok Дагестанин. Длиной он достигает 53 километров и глубиной 1920 метров. Он намного больше, чем, например, тот же самый каньон в Колорадо, США. Но самое интересное, что здесь протекает река Сулак с абсолютно голубым-голубым цветом воды. Очень напоминает кандуки, в которых мы ездили пару лет назад, вот тут можно посмотреть видосы. Но здесь достигается голубизна воды за счет ила, который находится внутри, ну точнее под водой. В этих всех равнинах растут в основном фрукты, это яблони, айва, персики и так далее. Но, помимо этого, здесь огромное количество пастбищ. И здесь построили специально даже небольшой мостик для того, чтобы животные могли переходить с одного берега на другой. Редактор субтитров А.Семкин Совсем недавно на нашем телеграм-канале мы рассказывали про три самые красивые трассы в России. И одна из них находится прямо здесь, в Дагестане, трасса Буйнакс-Чиркатак. Выезжая из четырехкилометрового тоннеля, ты попадаешь на невероятный вид дорогу, которая проходит сквозь огромные горы. Вы просто посмотрите, какая неописуемая красота. А прямо сейчас мы посмотрим, как же выглядит эта трасса именно с самой дороги. Поехали. Прямо по дороге ты попадаешь в еще одну природную достопримечательность, которая образуется из слияния двух рек. Андийской и Аварской Койсу в реку Сулак. Приехав в Дагестан, мы начали получать много вопросов от местных гидов. О том, как мы решились на поездку в Дагестан, не было ли нам страшно, опасно здесь. И в целом нас это немножко удивило. А оказывается, до сих пор существует множество стереотипов про Дагестан. Люди приезжают опаской или люди не приезжают, потому что они боятся. Боятся, что здесь будут расстреливать, будут приставать, что-то еще делать. Но на самом деле мы сейчас три дня в Дагестане, и мы ни разу, ни одного разу не встретили негативного отношения как к себе, так и к окружающим. Так что бояться абсолютно нечего. Бросайте все свои стереотипы. Они здесь вообще не в тему. Они не подходят. Просто берите и езжайте сюда. Здесь замечательно. Субтитры подогнал «Симон» Мы добрались до Черкесского водохранилища. Повидайте вот, так сказать, в самой ближайшей точке. Ближе подплывать нельзя. Но зато мы отсюда можем наблюдать, насколько высоко и глубоко, в принципе, находится это водохранилище. Если помнить предыдущие кадры, высота и глубина достигает 252 метра вот этой вот стенки. А вообще вот эта вся вода идет как питьевая для Каспийска, для Махачкалы, Кизелюрта и так далее. А еще отсюда берет вода на полив для местных растений. В общем, здесь действительно очень красиво. И вода, если вот можно планить туда, увидите, насколько голубая, точнее даже бирюзовая. Просто невероятно. Проплывая по вот этому вот ущелью, мне напомнило, это одну из наших поездок в Италию, точнее на заповедник Аргана. И здесь действительно удивительно красиво. Такие же скалы, такое же, не море, но получается водохранилище, такое же чистое, голубое и очень красивое. Поэтому это, в принципе, все находится в России. Даже не верить, что такая красота есть в России. И никуда не будет далеко плыть и ехать. Кстати, именно для вас мы договорились о персональной скидке по промокоду ОХОТНИКИ на прогулку на этом спортивном катере. 10% ваше. Не забывайте промокод ОХОТНИКИ. Можете написать, позвонить по номерам, которые указаны в описании. Но самое интересное, сам Большой Сулакский каньон находится вот в той стороне. И порядка 30 километров туда еще нужно ехать или плыть, чтобы добраться до самого Большого. А то, что мы видели, это Малый Сулакский каньон. Вот и закончилась первая часть нашего путешествия в Дагестан. Совсем скоро мы расскажем о ауле-призраке, языке тролев гор и многое другое. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски и познавать Россию вместе. Субтитры сделал DimaTorzok